Всем привет! Вы видите и слышите Альбертыча и Стефаныча. Я Альбертыч Сверху Стефаныч. Это значит, что в эфире почти интеллектуальное шоу балаболов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Честно говоря, нам в очередной раз надоело клеветать на коронавирус, поэтому мы опять постараемся не упоминать его. Ну, у нас сейчас вся жизнь вокруг коронавируса, знаете, идут сейчас шутки, не знаю, слышал или нет, из-за коронавируса воздух так в мире очистился, что с российского канала пропали новости про Украину. Реально, то есть вообще, как будто в мире больше реально ничего не происходит, хотя происходит, вы же понимаете, что хоть люди и самоизолировались, но события какие-то идут. Да, кстати, сегодня события, которые мы будем обсуждать, на мой взгляд, они достаточно значительно интересны. Более того, кстати, уже не будем произносить название этого заболевания, но в самом деле на здоровье людей не могут повлиять даже в большей степени, особенно жители, скажем, Украины, Белоруссии и даже России, поэтому перейдем, наверное, к первому событию. Собственно, первая важная новость, за которой я, например, следил пристально, пожар в лесах рядом с законсервированным чернобыльским реактором, рядом с чернобыльской АЭС. То есть, мало того, что сам огонь подбирался, ну, забежим вперед, его потушили, слава богу, но мало того, что он подбирался к захоронениям этим ядерным. Вы же понимаете, что после взрыва на чернобыльской АЭС все еще много радиации вокруг, находится вокруг этой атомной электростанции, и этот пожар опять вызвал выброс каких-то остаточных, конечно, не самых сильных, но еще не разложившихся вот этих ядерных осадков, которые выпали. Дело в том, что да, осадки, да, они остаются на почве, в болотах очень много и в древесине, безусловно. Когда все это дело начинает гореть, особенно сухая погода, поднимается пыль, и, безусловно, все это в атмосфере, все, может, так сказать, вылиться на голову граждан разных стран в виде дождя и так далее и тому подобное. Короче, приятного мало. Более того, появлялись различные полуслухи, полуофициальная информация, что даже в Киеве повысился радиационный фон на этой почве. Очень волновались белорусы, потому что, безусловно, Беларусь пострадала во время чернобыльской катастрофы, не было никакой информации. Более того, вокруг Минска и вообще на юге Беларуси, в разных областях Беларуси сейчас тоже пылают пожары, которые, в принципе, тушат. Происходит это по причине человеческого разгильдяйства. Как на Украине вроде как нашли человека, который повинен в этом пожаре, это мужчина, который просто выбрасывал мусор, выбросил его и просто решил поджечь и посмотреть, что будет. Было очень плохо, занялось пламя, огонь занялся, стала гореть трава, гореть лес начал и так далее. Кстати, вот эта история очень распространена даже среди людей в нашей стране и постсоветских людей, вот эти поджоги травы, зачем это делают? Была история с моими товарищами, конечно, называть имена и отдельных лиц не буду, но это была история совершенно дурацкая. Когда трое взрослых мужчин приехали шашлыки поесть, один у него был хутор, да, в прекрасном, красивом месте. И один из друзей поджег мангальчик, как говорится, достал спиртное, рядом машина стояла и решил поиграться траву поджечь. Когда он поджег траву, вспыхнуло через некоторое время в ближайшие рощи и сгорел к чертовой матери этот хутор весь, целиком. Где были дома совершенно разных людей, очень хороших. Слава богу, что они вызвали МЧС пожарников, которые все это дело потушили. Вот в истории на Украине этот человек никого вообще не вызывал, насколько я понимаю. В Минске сообщили, кстати, что погиб в одной из областей Беларуси пожилой человек, чуть ли не 90 лет, какой-то дедушка, который тоже поджигал вроде траву. И какая-то произошла такая тоже поджигательская история, негативная для него, которая плохо закончилась. Зачем это делают взрослые люди? Я спрашиваю аргументацию вот этого человека, в моем случае, в одного из моих знакомых, зачем он вообще поджигал траву? Он сказал, пока ребят шашлыки нанизывали, вот надо было руки чем-то занять. Вот занял он руки. Рощи нету, хутора нету уже, как говорится, одного населенного пункта. Тоже произошло. И, кстати, в Чернобыльской зоне исчезло с лица земли несколько деревень. Они, конечно, пустыми уже стояли, но все равно, ну, не знаю, сложно порой вообще объяснить поведение людей. Я напоминаю, что мы находимся на разных концах земного шара. Стефаныч в восточном полушарии, я в западном полушарии. И как в США, в общем, борются с разными растениями и прочим, потому что здесь очень много частных домов. Не так распространено высотное строительство. То есть тут у многих есть бэкьярды так называемые, куча, ну, то есть куча растений и прочее, прочее. У каждого есть свой отдельный мусорный бачок. Костюр. Нет, именно нельзя палить, нельзя ничего тут палить, потому что в Калифорнии огромная, огромная опасность пожаров. И это одна из дизастерс, которые тут постоянно каждый год происходят. Вот мы, например, год назад, я сейчас хожу тут в маске из-за вот этой всей фигни, но год назад я ходил в маске из-за пожаров. Потому что качество воздуха было настолько плохое, был такой смог в том месте, где я жил, что надо было носить маску для того, чтобы не было проблем с легким. Так вот, тут весь мусор, не весь мусор, все вот эти растения, траву, которую вы там повырывали, или деревья, которые поспиливали, вы должны выкинуть в определенное место. И поэтому тут, кстати, так как деревья, вы же сами понимаете, как они не очень удобно раскоряку изображают, то нанимают чувака с дробилкой-плющилкой, который это все фигачит в щепки. В щепки. В щепки, и либо они выбрасываются, либо, кстати, я очень часто видел щепки здесь как на грунт кладут, как украшение такое, ну, знаешь, чтобы вместо травы было тоже нормально. Да, чтобы удобнее поджигать было, щепочки аккуратно уложены, да, и подходит какой-нибудь дедушка, да, со спичками и говорит, слушайте, как удобно уложили, ровненько. Я еще по поводу вот этих пожаров хотел сказать, что, слава богу, сразу людям все сообщают, потому что сразу всегда вспоминается этот взрыв на Чернобыльской электростанции. Я, например, был маленький, мне было 4 года, и я, конечно, сам этого не помню, но родители рассказывали, что они просто гуляли по улице все эти дни, первомайские демонстрации, никого никуда не забирали, шли, какой-то дождик летний капал, как раз это вот все, а весь ветер был в сторону Беларуси. Вот ты где был? Я мужественно понимаю, как большинство сознательных граждан находился за границей, за Карпатскими горами, далеко в городе Будапеште. Кстати, странная история связана, произошел этот взрыв, было время ехать в отпуск, и мой дедушка, ну тогда же как бы была закрытая, да, эта информация, нельзя было предупредить открыто, что тут полный, так сказать, капец, радиация, не приезжайте. Вот, и дедушка направил телеграмму, написал, что не приезжайте, у нас все хорошо, написал какую-то такую странную телеграмму, и моя мама не поняла, и говорит, слушайте, а давайте поедем, что это какая-то странная телеграмма. И в итоге вот эта телеграмма, она сыграла обратную как бы роль, вместо того, чтобы предупредить, чтобы мы не ехали, мы в итоге приехали в Минск. Я помню то, что, так сказать, был очень хороший в том году урожай, огромные помидоры, прекрасные огромные огурцы, даже больше необходимого размера, вот, и так далее, тому подобное. Ну, историю-то мы не будем пересказывать, и у каждого есть свой личный опыт, который мы вынесли из всего этого. Перейдем к следующей новости, очень хорошо, кстати, что вот с этими пожарами история вроде как прекратилась, ну, по крайней мере, общественное мнение успокоено, и информация прошла, что пожаров пока нет. Что не распространяется эта вся фигня на людей, как это обычно было. На людей, да, и по Евроньюз, конечно, шла информация по немецким каналам различным, потому что это интересует, конечно, всю Европу. Европа, если, не дай бог, пойдет вот это облако куда-то в сторону Запада, тут пострадают, конечно, все. Итак, продолжаем. Следующая политическая новость из Соединенных Штатов Америки. Барак Обама официально поддержал Джо Байдена как претендента от Демократической партии на президентских выборах. Мы это уже обсуждали, то есть... Слушай, а чего Обаму ты продемонстрировал фотографию, у него какой-то несчастный жутковид. Вот он какой-то, слушай, он был такой бравый президент, он какой-то энергичный, сейчас ты показал какой-то замученный старый человек. Ну, ты знаешь, мне кажется, это любого человека, когда он президент, он бравый и полон сил, а когда он перестает быть президентом, уже не так весело. Мишель может к нему плохо относится, вот, издевается, заставляет там, не знаю, работать много по дому, выносить мусор. Да, вы сейчас вот видите, собственно, эту фотографию, на которую Стефаныч беспокоится по поводу Обамы, да. Сейчас я тут выключу, у меня тут какие-то окна, миллион, как всегда, открытые. Так, кстати, у тебя, как так сказать, затака жизни в Соединенных Штатах Америки. Вообще, как сейчас американцы относятся к персоне Обамы, он популярен до сих пор, либо это такое Михаил Карпачев, который блога сделал для мира, но собственные сограждане в большинстве своем относятся не очень хорошо. Он, на самом деле, очень популярен, почему-то продолжает подгружаться видео, уж, извините, у зрителей, кто смотрит, он настолько популярен, что даже Мишель Обаму хотят сделать как кандидата в вице-президента при Джо Байдене, настолько, как бы, семейство Обама популярно все еще в Америке. Ну, я считаю, это очень правильно, в общем-то, Мишель Обама человек очень волевой цели устремленный, весьма не глупый, я считаю, что вообще с руководством Соединенных Штатами Америки она бы справилась совершенно не хуже своего мужа, а может даже и лучше, но по моему субъективному мнению. Но Байден это, безусловно, белый американец, и в такой связке белый Байден демократ, но демократ-то не столь радикальный, как Сандерс или другие более левые товарищи, плюс еще Мишель Обама, ну, не знаю, шансы их увеличиваются вообще на победу. Пока что, если не будет скандалов, да, каких-то крупных. Опять же, многие считают, что Джо Байден это ставленник эстеблишмента, то есть это не какое-то новое лицо, и это в очередной раз, скорее, минус демократам становится. То есть почему Трамп вообще смог победить, потому что слишком, когда были выборы Трамп против Хиллари Клинтон, там, скорее, многие не за Трампа голосовали, а против Хиллари Клинтон. И здесь может такая же, собственно, ситуация и сложиться. Но на самом деле тут многое зависит, скорее, не от Джо Байдена, а от самого Трампа и от того, как он решит вот эти современные проблемы в США, которые очень пока подтачивают его, да, которые подтачивают его рейтинг серьезно. Выборы будут только в ноябре, так что полгода есть, но Джо Байдена поддержали уже все демократы, даже Джо Сандерс, потому что была большая... Ой, Джо Сандерс, Джо Са, как его зовут-то? Берни Сандерс. То есть была большая опасность, что Берни Сандерс скажет, ну, тогда лучше ни за кого не голосуйте, потому что он все-таки очень левый, очень такой радикальный чувак для Америки. И его электораты даже не демократы, не республиканцы, а очень такие левые совершенно люди. Но левые не в том плане, а левые по политическому спектру. Коммунисты практически. Ну да, вот почему мне нравился Сандерс, и было совершенно изначально понятно, что, конечно, для США он кандидатура непроходная. Это не та страна, не та система, не те люди, которые будут поддерживать такие идеи. И здесь, кстати, вот, ну, как бы, понятное дело, демократам нужно как партии победить, а не отстаивать какие-то там принципы моральные, человеческие. И здесь вот эта вот история, вот эта связка Обама, жена Обама, вернее, и сам муж даже, да, плюс Байден, ну, она очень-очень интересная, привлекательная, и, возможно, даже и выигрышная в какой-то ситуации. Продолжаем тогда. Да, продолжаем. Цена на нефть впервые после заключения сделки ОПЕК+, упала ниже 30 долларов за баррель. Быстро, предысторию вопроса, кто не в курсе, о чем мы обсуждаем. И где-то в феврале собрались члены ОПЕК+, то есть это все арабские страны, плюс Россия, это самый плюс, это Россия у нас, и хотели на фоне снижения потребления нефти, опять же, из-за всей вот этой ситуации в мире, снизить и добычу нефти. Но внезапно зартачилась Россия, сказала, мне и так будет норм, тогда Саудовская Аравия сказала, а тогда мы увеличим добычу нефти. Ну, Россия зартачилась, потому что они не хотели терять рынки сбыта и не хотели терять свою долю. И в итоге цена на нефть вообще рухнула, там чуть ли не до 10 долларов, а были даже новости, что нефть Уралс, это которая, собственно, Россия продает, она вообще даже в убыток продавалась какое-то время. После этого все эти страны ОПЕК снова собрались, причем об этом даже США просили так сделать, и договорились наконец-то снизить добычу нефти, чтобы цена на нефть повысилась. И к этому же соглашению примкнули даже не участвующие в ОПЕК+, США, Канада и какая-то еще страна, Мексика. Мексика, потому что были проблемы по Мексике, США насколько культурно додавила эту страну, чтобы они присоединились. Ну и вот. Да, и в общем-то... В общем, казалось, что они начнут повышаться, она и повысилась на самом деле, когда договорились, цена резко скакнула вверх, стала торговаться в районе 34 долларов, но на данный момент все равно идет вниз, и вот когда мы это записываем, стоит 29 долларов 70 центов за баррель. То есть, несмотря на все меры потребления, пока нефть снижена, производство не восстанавливается, несмотря на то, что в Китае вроде как опять запустили уже все заводы. И, похоже, вот эта вот пертурбация в начале, которую Россия сделала, конечно, подкосила многих производителей. Посмотрим. Ну, нам вот, да, есть белорусский явно интерес здесь, Беларусь успела выкупить вроде как за очень дешево, достаточно большое количество нефти. Зачем она нужна, это понятно, начинается посевная кампания, многие, к сожалению, колхозы, сельхозпредприятия убыточны, поэтому хотя бы датировать или каким-то образом помогать таким образом будет руководство страны этим предприятием. Тут постоянно пугают продовольственным кризисом, и на этом фоне, в общем-то, для Беларуси падение цен на нефть, в общем-то, в принципе, оно сказывалось в какой-то момент или нейтрально, или, по крайней мере, сейчас идет разговор, допустим, о стяжении цен на газ. То есть активно наша страна отставит свои собственные коммерческие интересы, насколько это вообще в сложившейся ситуации возможно. Но это правильно, безусловно. Потому что есть интересы крупных корпораций российских, есть интересы маленькой независимой гордой Беларуси, поэтому чему это все приведет и насколько, так сказать, будет минимизирован удар от сложившейся ситуации для белорусской экономики, мы увидим через месяца два-три. Все это достаточно интересный эксперимент, как эксперимент ради эксперимента. Главное, конечно, в этой ситуации не страдали, конечно же, люди, обычные граждане. Но это уже отдельная история, безусловно. Да, теперь к более желтым новостям. Давай побудем немножко спид-инфо, что ли. Хотя это не желтые, это не слухи, это... Просто копаемся в грязном белье американских знаменитостей. Ты заставляешь копаться. Ну, просто это... Знаешь, вот эта вся ситуация, о которой сейчас будем разговаривать, она в некотором смысле... Ладно, что я буду рассказать. Давайте просто я назову. Эмбер Хёрд может получить уголовное наказание за возможную фальсификацию улик. Кто не в курсе, Эмбер Хёрд это бывшая... Правда, не помню, бывшая или пока еще нынешняя жена Джонни Деппа, которая заявляла, что артист ее избивал и, подтверждая это, показывала синяки и ссадины на теле. Мы уже обсуждали это месяца два назад, что Джонни Депп предоставил запись... Не одну запись, там... Десятки записей разговоров с Эмбер Хёрд, в которых говорилось, что она как раз его избивала. Они это обсуждали. А сейчас еще и выясняется, что Хёрд нарисовала себе синяки и ссадины на теле, чтобы временно получить запретительный приказ суди Джонни Деппу к ней приближаться. А вообще что? Врачи не могли раздифференцировать? Обычно снимают побои, то бишь врач осматривает. И, конечно, опытный врач, он может, видимо, различить нарисованные синяки или, в общем-то, они настоящие. Это достаточно легко просто сделать, даже не специалисту, на мой взгляд. Вот это, кстати, интересный вопрос мне тоже. У меня такое ощущение, что вот этого не происходит. Это какая-то игра, да. И вот еще вот интересный вопрос. Смотри, а у тебя вот с женой, и вот у меня с женой нету такого количества вообще любых, даже очень хороших денег, не только аудиозаписей с нашим общением. Ты знаешь, у меня нет привычки записывать наши разговоры. Может быть, я, слушай, наверное, живу не в этом мире, в таком, знаешь, там, буржуазном, либо у меня невероятное детское доверие к людям, вообще ко всем, да, но я не записываю разговоры вообще, то есть с кем-то. Ну, я как понял. Не знаю, я решаю это фу... А откуда у него целые какие-то фанатеки, да? Сегодня прослушаем разговор там 7-го числа 17-го года на какую-то тему. Зачем он их записывал? Ну, в защиту Джонни Деппа, я так могу сказать, что он в какой-то определенный момент понял, что Эмбер Хёрд такая патологическая лгунья, то есть, знаешь, есть люди, которые не могут не врать. Они вот даже в ненужных ситуациях врут. А когда ты с этим человеком живешь, и ты все-таки муж, жена и, извините, все-таки жена, например, решает отключать тебя от аппарата искусственной вентиляции легких или нет, то начинается кризис доверия. И он, видимо, вот это начал записывать и, в общем-то, правильно сделал. Ну, понимаешь, есть такая теория инициации ситуаций. Да, если ты себя окружил подонками и негодяями, при этом ты сам знаешь, что они подонки и негодяи, рано или поздно они с тобой расправятся или сделают что-то плохое. Да, но это понятно. Да, я не обеляю Джонни Деппа. То есть, очевидно, что, конечно, он тоже не... Я вообще... Да, ты знаешь, я в этой ситуации всегда был Заванес Паради, певицу, исполнительницу композиции Джули Такси, хоть ты ее сейчас поставь. Мы все тоже Заванес Паради, да. Да, у него были дети с ней, и вообще у нее была вот эта прекрасная песня. Вот, бессмертная. У нее вообще песен много, там, концертов записаны с разными людьми и так далее. Но вот бессмертный хит, который помнится мне еще 16 лет, ты знаешь, поэтому мы здесь, в этом конфликте, за третью сторону будем. Да, за Заванес Паради. За Заванес Паради, да. Я хочу просто отметить важность, почему я постоянно обращаюсь к этому конфликту, что здесь, как так называемая, стрелочка повернулась. То есть, если обычно постоянно... Мужчины виноваты во всем. Мужчины виноваты, то здесь, ну, как минимум наравне, понимаете. А так как Депп, например, к ней никаких претензий финансовых, судебных не высказывал до вот этих всех случаев, а она к нему как раз высказывала, то это, конечно, такая лицемерно странная история, которая показывает, что на самом деле мужчины и женщины, они одинаковы во многом, и все плохие вещи, которые человек делает, то есть нельзя говорить, это плохой мужчина или плохая жизнь, это плохой человек, это плохой человек, который пытается паразитировать на других, который пытается враньем заработать себе славу и так далее, и так далее, и так далее. В общем, дети. Если нас смотрят дети, не поступайте, как Эмбер Хёрд, если вы нашли себе вторую половинку, которую любите, то держитесь за нее, любите, а хайпитесь на чем-нибудь другом, не на семье, не вывозите вот это вот все. Хотя мы не знаем, как эти актеры и актрисы по-другому могут? Может, они по-другому не могут? Могут, могут есть масса положительных весьма примеров и актеров, и актрис, и актеров, и творческих людей. Известный пример Стинга, который не то, что там он не только актер, но он еще прекрасный певец и вообще человек-борец за экологию, за права человека. У него семья очень много лет, дети, супруга, и вообще все у него в порядке. То есть ведет он себя совершенно по-человечески и нормально. Безусловно, бывают браки, распадаются, но это не значит, что человек должен, так сказать, вести себя по-свински, плохо и так далее. Это совершенно понятно. Но, к сожалению, это вот голливудская типичная история, то, что происходит. К следующему я смотрю какие-то изображения интересные. Вот это, очень мне эта новость нравится. Знаешь, от нее веет какой-то позитивными изменениями, не изменениями, а то, что в будущем все вернется на круги своя, наконец-то. Потому что вот люди уже стали заниматься тем, чем они обычно и занимаются. Из музея украдена картина Ван Гога. Наконец-то. Давно уже, да, три недели, как украли. Наконец-то. Да, три недели назад украли эту картину. Это темный период Ван Гога. Вообще, с того периода, мне, может быть, и ошибаюсь, что после этого периода, вот с темного, до того, как он поехал во Францию, в Париж, к этим импрессионистам, постимпрессионистам начал, так сказать, изменил манеру, там были еще едоки картофеля. Вот совершенно мрачная, реалистичная картина, напоминающая почему-то белорусскую реальность. Я, кстати, хотел сказать, что едоки картофеля можно как герб Беларуси, в общем-то, использовать. Нет, ну не совсем, да, но слишком там, да. Но как бы картину явно у меня, по моему мнению, я тоже не криминалист-профессионал, умыкнули под заказ явно, потому что много в этом музее было других очень хороших картин, которые бы украсть в интерьере, любого дома очень хорошо, да, там, или квартиры. Но явно вот эта картина кому-то запала в душу, и кто-то специально решил ее использовать для своих коллекций. Хотя я могу, конечно, ошибаться. Да. Слишком все было сделано целенаправленно и профессионально. Давай небольшой ликбез просто. Картина называется «Сад священника в Нюэнене весной». Написано в ранний период творчества Винсента Ван Гога в 1884 году. Он жил с родителями как раз в этом самом Нюэнене, 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 да, правильно. И сделал несколько рисунков и мысляных картин окружающих садов и садового фасада пастерского дома. 30 марта была украдена в городе Лорене, Северная Голландия, Нидерланды. Ну, неизвестные, как это все происходило? Неизвестно. Вообще, то есть, просто классическое ограбление музея. Вломились в музей ночью, разбили стеклянную дверь, сигнализация сработала, но прибывшие полицейские мне удалось уже схватить преступников. То есть, прям вот, ну, господи, побольше бы картин воровали, слушайте, побольше бы вот этого экшена уже было и забудут все про эти вот проблемы со здоровьем вокруг. Ну, картины, знаете, если так часто будут красить, они закончатся, из-за стихара. так начнут больше рисовать, да, именно. Да, на самом деле, это очень такое плохое, вредное, так сказать, преступление, безусловно. Чем больше, на мой взгляд, людей могут увидеть эти картины в музеях, тем лучше, особенно, конечно, ранний период Ван Гога. Ван Гога, как известно, картин фактически вообще не продавалось при жизни. Поэтому осталось их и так не очень много, да, при том, что он их много рисовал на самом деле. Поэтому, ну, надеюсь, что картину найдут, но все вообще указывает на то, что люди серьезно к этому делу подошли. Сделано это под заказ, если такие картины такого уровня под заказ крадутся, то появляются нечасто, очень нескоро, да, иногда совсем нескоро. почему Стефаныч говорит под заказ, потому что ее продать будет невозможно, как вы понимаете. ну где, конечно, ее просто невозможно продать. То есть это... На аукционах не продашь, по интернету не продашь, на рынок вынесешь, никто не поймет, скажет, что это такое. Вот, короче, полная, да, в виде коврика даже, да, на стену, на сырую штукатурку, как в известном советском фильме, да, там, покупайте коврики. То есть, ну, будем надеяться, что найдут это все. Следующее, что у нас там... 50 лет, 50 лет с момента распада Битлз. Ой, сколько в этой истории написано, да, и сколько людей меняли. 10 апреля 1970 года лондонское издание Daily Mirror опубликовало шокирующую новость о распаде группы Битлз. Ровно 50 лет с тех пор прошло. Сколько было спекуляций, сколько людей обвиняли, кого только не обвиняли. Она там, обвиняли ее Каона, обвиняли Джона Леннона, которого ее Каона вроде как подбило к собственному сольному творчеству. Безусловно, любая группа, к сожалению, рано или поздно она распадается. Даже самая гениальная, самая, что ни на есть, распрекрасная, такая как Битлз. Другое дело, возможно, это просто тоже такая конспирологическая, романтическая моя идея, что если бы не убили Джона Леннона, возможно, все-таки Битлз бы собрались и что-то записали. Может быть, в середине 80-х, может, даже в 90-е годы. Но уже, к сожалению... Подожди, но антологию же они в итоге выпустили, то есть, что-то они сделали. Да, но для совместного музицирования были концерты, допустим, когда собирались Харрисон, Ринго Стар и Маккарти, они вместе музицировали. Но, безусловно, без Леннона, одного из важнейших персоналей, конечно, это не Битлз. Нужно дать должное, кстати, что они выступали под этим названием Битлз, и не пытались вообще выпускать альбом. То есть, это очень важный момент, что не поняли, что история закончилась. Ты сам участвовал в группах, я участвовал в группах различных коллективах. Кстати, на прошлой неделе одна из композиций из таких групп, которые там в долевых еще я записывал с товарищем там проект, группа эта была, мы выступали, она попала даже в топ-100 iTunes Россия в разделе там альтернатив, альтернатив музык, да, она занимала там сотню входил, я был удивлен, потому что для меня это было как история с прошлой жизни, я стал вспоминать, почему этот проект, почему эта группа закончилась, а имела ли она перспективы и так далее, да, там она два дня там в сотке это мелькало iTunes оской. Для меня это было очень интересно, я даже честно почти забыл, что это за композиция, я даже честно переслушал ее, потому что для меня это было как такое воспоминание из того перевода, когда мне было там... Давай назовем группу и композицию, пускай народ погуглит, может быть послушает. Да, это неважно, я не занимаюсь сейчас рекламой музыки, неважно, я просто подумал, хотел спросить у тебя, а вот по твоему мнению, почему группы распадаются, это личные проблемы или творческие все-таки, в первую очередь. Ну, слушай, это столько... Ну, это будет быть все, что угодно. В Beatles, конечно, просто, мне кажется, они достигли определенного момента, когда им стало не так интересно вместе творить. То есть, ну, понимаете, любое творчество, это через некоторое время становится просто ремеслом и рутиной, когда ты, привык что-то делать одинаково, и тебе хочется каких-то изменений. И не факт, что это будут изменения к лучшему, к сожалению. То есть, понятно, что после Beatles только, может быть, Маккартни и Леннон более-менее смогли, и то, вот Маккартни там постоянно клепал альбом, а у Леннона были творческие и кризисы, и остановки. Тут вопрос не в том, что зачем группы распадаются, а в том, что это будет в любом случае, когда-нибудь группа остановится. Есть же много у нас примеров, где группы не распались, например, те же, я бы назвал своих любимых депешмот, которые до сих пор что-то делают, но это же уже не так интересно, как даже для слушателей. Ну, не знаю, вот у меня, да, мне всегда, честно, было всегда в Советском Союзе, да, фанаты, большинство, вот все старые рокеры, там, дядьки, тетки, нравился Beatles, потому что музыка мелодичная, понятная, вот, был еще Rolling Stones, Rolling Stones нравился единицам, мне нравился всегда Rolling Stones за их хурриганство, потому что вообще у них музыка-то разная, да, это не фолк-рок, который играл Beatles, Rolling Stones, по сути, это блюзовая группа, да, с такими блюзовыми корнями, поэтому нашему, так сказать, народонаселению, которые привыкли к музыке мелодичной, тяжелее, в общем-то, она воспринималась, а вот Rolling Stones существует до сих пор, они играют, и порой даже у них весьма неплохие выходят альбомы, даже в творческом плане, их нельзя назвать уже революционными, но вполне себе хорошие альбомы, да, что говорит о том, что люди, да, за 70 лет могут еще заниматься даже творчеством, да, не только играть там на вечерах ретро-музыки, на танцах, кому за 70, да, но они могут еще что-то совершить, какие-то творческие подвиги. Но я хотел сказать, что в США, например, если мы берем музыкантов тех лет, совершенно не Rolling Stones и не Beatles были самыми популярными, является и кто оказал огромное влияние на американскую музыку, а внезапно Боб Дилан, который вообще неизвестен, ну, практически, скажем так, неизвестен, потому что, как ты правильно говоришь, в Советском Союзе важнее была музыка, мелодия, а не слова, а Rolling Stones и особенно Боб Дилан это именно смысл и слова, это поэзия. Ну, помимо Боба Дилана, да, помимо Боба Дилана, конечно, там была попытка, кстати, американская копия, была такая группа, совершенно идиотская, называлась она Манки, это собрали мальчиков-мормонов, которым дали, а их так подстригли под Битлз, вот они разъезжали под США, это первая коммерческо созданная группа, скажем так. Да, искусственно созданная группа, это вот пример использовать идею Битлз, да, вот этого бренда в американской среде, ничего там хорошего, конечно, нет, допустим, в то время была для чисто американской субкультуры бичбойс, да, серфовая группа, которая играла хиты, которые скорее актуальны в первую очередь для Соединенных Штатов Америки, Боб Дилан, это скорее, конечно, человек, создавший прекрасную поэзию, и главное мне, то, что в нем нравится, то, что он нонконформист, безусловно, для того, чтобы понимать его тексты, нужно знание очень хорошего английского языка, и вообще литературу, и определенный уровень интеллекта, безусловно. Слушать его долго, не, так сказать, не вникая в смысл, просто слушать как музыку, конечно, тяжеловато. У него очень специфический голос, высокий, он не лучший исполнитель, и не лучший певец, безусловно, из тех, которые существуют в мире. Но крайне важно, конечно, вот эта составляющая, идеологическая, да, вот эта антивоенная, хиповская, и все остальное, что столь, в общем-то, полезно для особенностей даже для современного мира. Ну, а если про Битлз говорить, вот мне, например, то есть, можно сколько угодно обсуждать, жаль, что они распались, что они могли бы сделать, если бы они не распались, но они не могли, то есть, это сослагательное наклонение, они отличную сделали музыку, когда были вместе, потом они делали отличную музыку, когда распались по отдельности. Было, слава богу, что вообще так сложилось, что они собрались и практически создали современную эстраду, хочется сказать. Ну, современную поп-музыку и современные повлияли, конечно, на разные сферы жизни, на политику, и на музыку, и на искусство, другие различные направления, это совершенно понятно. Кстати, «Хей Джуд», текст песни, написанный на каком-то листочке Пола Маккарти, продали не дали как на прошлой неделе за 900, по-моему, 70 тысяч долларов. Вот. Как говорится, дай бог, чтобы каждый текст, каждого автора, песенника продавался, просто текст, написанный на листочке, почерком, на скорую руку, за такие деньги. Тогда начнется, так сказать, развитие и невероятная, прекрасная, так сказать, жизнь для всех творческих людей, чего хотелось бы всем творческим людям пожелать. Еще, еще один культурный юбилей, это мы уже к концу нашей передачи идем. Я сейчас смотрю 30 лет эфиру сериала «Твин Пикс», 30 лет назад вышла первая серия, я начал сейчас пересматривать как раз это дело, заодно и новый сезон посмотрю. Это сериал, который, собственно, создал современное телевидение, потому что это первый сериал, снятый так красиво, богато, необычно, и все современные сериалы, по-хорошему, они вот вышли из «Твин Пикса» 30-летней давности, потому что до этой истории телевизионные сериалы выглядели совершенно по-другому. Я сейчас не касаюсь, конечно, сюжета, да, кстати, кто убил Лору Паумер. Я вспомнилась история, которая вот реально была, ты знаешь, «Диадолст», его демонстрировали там по одному из главных телевизионных каналов, его все смотрели, именно сериал, и вот все люди смотрели, а он действительно очень зрелищный, интересный, когда он закончился, большинство, очень много обывателей, обычных людей вообще не поняли, кто вообще убийца, в чем вообще точка, в чем окончание, я помню, проходил, сидели два таких полумаргинальных каких-то персонажей у подъезда, выпивали какое-то дешевое вино, и один, говорит, слушай, вот в натуре, типа Иваныч, смотрел этот Twin Peaks, да кто эту девку-то прикончил, говорит, я тоже смотрел, то ли еще серию одну не показали, да хрен его знает, давай лучше выпьем, непонятная вообще, говорит, странный сериал, вот сидел столько вечеров, смотрел, и думал, что сейчас это убийцу стоит, а его, слушай, чувак, не словили, то есть, вот это Линчевские, вот эти все эксперименты, конечно, многие людям нужна конкретная точка, да, которые многие эту точку в итоге там не дошли, мне кстати нравится, вот есть такой, еще есть фильм, да, есть сериал, а есть фильм Twin Peaks, он мне нравится, скажу больше, но это приквел, это то, что, уточняю для наших зрителей, слушателей, фильм называется Firewalk with me, и он, да, да, происходит событие до этого сериала, кстати, там играет Дэвид Бови, мне поэтому он тоже очень нравится, нравится мне этот сам исполнитель его творчества, а еще нравится то, что он сыграл в этом фильме, такую весьма странную тоже роль, ну, собственно, это классика, я хочу отметить, вышел же года два назад третий сезон Twin Peaks, Дэвид Линч снял, потому что в самом сериале постоянно указывал, что встретимся через 25 лет, и Дэвид Линч снял через 25 лет продолжение Twin Peaks, еще на 16 серий, я не помню, на сколько серий, так как много актеров умерло, например, мне про Дэвида Боуи вспомнилось, Дэвид Боуи к этому моменту умер, и там его роль исполняет чайник, свистящий с паром, то есть там такое, ну, они в таком каком-то влимбанном, там просто, ты себе не представляешь, вот последний сезон вот этого Twin Peaks, там вообще просто сумасшедшая хри, там одна серия, восьмая, если мне не изменяет память, она просто вся посвящена ядерному взрыву, там нету вообще никаких событий, в одной, в одной из серий, в конце серии Линч сделал так, что уборщик пять минут подметает пол, и вот это все выпущено на современном американском теле, то есть если первый сезон Twin Peaks задавал тон, то есть создавал новый сериальный формат, то последний сезон Twin Peaks издевается над ним всячески, просто, просто, еще это говорит, что очень Альбертович вам в Калифорнию заводит заболистые наркотики, понимаешь, что уже тут такие, понимаешь, и сняли такое продолжение Twin Peaks, что если в первом было непонятно окончание, то в общем-то в новом непонятное начало, понимаешь, сам ход, поэтому надо что-то делать с этим делом, понимаешь, Линч стареет, тяжелее, вроде он там сидит, картины рисует, было какое-то интервью, картина, кстати, весьма хорошая, занимается разными видами искусства, помимо режиссуры, поэтому, в общем-то, кстати, будет такой хороший стимул посмотреть и продолжение все-таки. Да, и последнее я хочу порекомендовать, тоже с удовольствием посмотрел, фильм Леонида Парфенова под названием «Русские грузины». Сейчас пытаюсь картинку вставить, она почему-то не вставляется, «Русские грузины» это его трилогия о нациях, которые обрусели и сделали для России очень много, у него был сначала фильм «Русские евреи» трехсерийный, вот сейчас первая серия фильма «Русские грузины», и потом у него еще планируется вроде как фильм «Русские немцы». Очень интересно, очень... Но это не обрусели, а просто были нации и национальности, люди, которые разных национальностей, которые в истории вообще России сыграли важную роль. Кстати, в том числе, допустим, поляки, белорусы, это интернациональное государство, разные люди. Да, ему говорили, что типа, а вот почему именно эти нации, он объясняет это не только тем, что вот они участвовали в России, но они были еще и правителями России при этом, вот это важно понимать. Это важный момент, безусловно. Почему он выбрал именно эти три нации? Нации, да. Безусловно, происходит и было, были и остались невероятно близкие контакты, связи между людьми совершенно разных национальностей. Тем паче, что страны граничат между собой, длительное время жили они в одном государстве, отдельный разговор, насколько они себя там комфортно в этом самом государстве чувствовали. И действительно, фильм Парфенова, я так его просмотрел, он достаточно интересный, там не так много таких каких-то возможно новых фактов вы увидите, но вообще, чтобы понять ситуацию отношений весьма непростых и, кстати, весьма сложных, в том числе и русско-грузинских, в общем-то, это очень хорошая история, хороший фильм, особенно для молодых людей, которые, возможно, меньше читали книжек исторических и узнают для себя, наверное, очень много новых. Да, его можно посмотреть на ютубе, прямо на канале Леонида Парфенова, потому что в связи со всеми этими событиями очень много, между прочим, очень много сейчас выкладывается и премьеры происходят в интернете, чтобы никуда не ходить людям, это, наверное, плохо для создателей, но для зрителей очень даже ничего, все это можно использовать. Ну что, будем на этом заканчивать, как всегда, мы с удовольствием читаем ваши комментарии, которые вы оставляете, я, кстати, заморочился и вроде как уже должны на подкаст-сервисах появляться наши звуковые варианты, то есть ищите в Google iTunes, ищите в Google iTunes, господи, что я говорю, Apple iTunes, в Google подкаст-с, наши звуковые дорожки Альбертыч и Стефаныч клевещут, потому что все-таки смотреть видео не так удобно, как его слушать, я думаю. Кроме того, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили, ваше мнение о том, что мы обсуждаем, вот спасибо к прошлому выпуску, Александр Шапкин, отличные комментарии написал, Виталий, Владимир Залевский. Да вообще все комментарии ценные, они все интересные, даже те из комментарии, которые, может, даже в личную какую-то почту приходят, вот, мы все это читаем, и мы благодарим за тех, мы благодарим людей за то, что они нас смотрят, интересуются, и за то, что вы неравнодушны, это крайне важно, спасибо большое. Собственно, мы для вас это все делаем. На этом все, до следующей недели, Стефаныч, пока. Кидор. Субтитры создавал DimaTorzok